Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим о рынке и больших новостях для него. Рынок немного восстановился и в какой-то момент биткоин даже достигал 40 тысяч долларов. Множество альткоинов выросли на 20-30% за сутки, а некоторые даже иксанули в два раза. Также совсем скоро произойдет масштабное событие в мире криптовалют, которое известно как консенсус. Я ожидаю от него какие-то масштабные объявления насчет биткоина и других криптовалют. Это тоже очень важно для будущего этого рынка. Если тебе нравится мой контент, не забудь поддержать его лайком. Мне всегда приятно, а каналу помогает расти. Нам совсем чуть-чуть осталось до 200 тысяч. Большое спасибо. Итак, мы только что пережили худшее падение рынка в этом году на данный момент. Но сейчас все выглядит более позитивно. Нас ожидает консенсус. Также Илон Маск начал постить хорошие твиты насчет биткоина. Но не стоит обольщаться. Любая манипулятивная новость может опять привести к большой волатильности на этом рынке. С 24 по 27 мая проходит большое крипто событие «Консенсус», на котором присутствуют достаточно известные фигуры в мире инвестиций, такие как Кэти Вуд, Рей Далио, Майкл Сейлор, глава биржи Бинанс тоже, кстати. Сизет. По моему мнению, в следующие два дня мы услышим от них какие-то масштабные объявления насчет биткоина. Будем ожидать этих масштабных объявлений и анонсов. Хочу напомнить, что в 2017 году это событие спровоцировало резкий рост криптовалютного рынка. Тогда консенсус происходил тоже где-то в конце мая вот здесь. И, кстати, как ты видишь, тогда тоже был обвал рынка перед этим. Странное совпадение. После чего мы видели рост криптовалютного рынка, конечно, не без коррекций, но в итоге он все-таки достиг нового исторического пика. Думаю, сейчас может произойти нечто похожее. Все зависит от того, что скажут на консенсусе. Возвращаясь к модели Stock-to-Flow Ratio для биткоина, если история повторится, то я все еще уверен в том, что биткоин достигнет 100 тысяч долларов в этом цикле. Уже под конец этого года или начало следующего. То, что произошло недавно с ценами, для меня больше похоже на медвежью ловушку. Майкл Ван Депоп в Твиттере сравнивал это с пузырем доткомов. Он также разделил стадии этого пузыря на такие же, которые переживает крипторынок сегодня. Сначала об этом активе мало кто знает, это стадия тишины. А сейчас мы находимся в фазе институционального принятия, когда на рынок приходят институционалы. Причем эта фаза на крипторынке находится лишь в самом своем начале. Во время пузыря доткомов в начале этой фазе также наблюдался рост цены, а затем резкий крах котировок, после чего цена восстановилась и продолжила свой рост. Пока не перешла в фазу мании. Вот это и называется медвежья ловушка. Именно ее Майкл сравнивает с недавним падением крипторынка. Исходя из этой диаграммы, настоящий пик все еще впереди, но после него посмотри, какая нас ожидает огромная коррекция. Кстати говоря, сразу же после уже бычьей ловушки, а не медвежьей. Итак, сегодня второй день консенсуса, а мы уже видим большие объявления от различных инвесторов. Например, Рей Далио объявил, что владеет биткоином. Тот самый Рей Далио, который называл кэш трэшем. А до всех этих коронавирусных историй предсказал крах рынков и экономики. У меня об этом, кстати, есть видео из 2019 года, еще до того, как это все произошло. Если интересно, можешь посмотреть, ссылка на него будет в описании. Рей Далио действительно показал себя пророком в этом видео. А уже в 2021 году Рей Далио говорит, что лучше бы владел биткоином, чем облигациями. На самом деле, очень странно слышать от него эти слова. Странно, что он вообще владеет биткоинами, ведь Рей Далио три года рассказывал всем о том, что биткоин не работает как валюта. Франк Чапара пишет, крупные жирные инвесторы покупают биткоины в то время, как розничные продают. Очень больно это наблюдать. Согласен с этим полностью. Илон Маск тоже сменил негатив на позитив и пишет, общался с североамериканскими майнерами биткоинов. Они обязались публиковать текущее планируемое использование источников возобновляемой энергии. Потенциально многообещающее начало. О как, переобулся уже. Лучше пусть расскажет, как Тесла купила еще биткоинов в два раза дешевле из-за его постов в Твиттере. Не просто так же он то сливает биткоин, то поднимает его цену. Удивительно, как много весит этот человек в криптопространстве. Кстати, насчет очередной атаки Китая против биткоина, я нашел интересный пост, в котором описано, что вообще запрещено в Китае. Гугл, Ютуб, Фейсбук, Реддит, Нетфликс, Зум, Инстаграм, Твич, Твиттер. Как себя чувствуют все эти компании? Живут и процветают. Думаю, что и с биткоином все будет абсолютно так же. Коинбюро также комментирует эту ситуацию с Китаем. Довольно подозрительно, что атака против криптовалюты со стороны китайского правительства происходит сразу же после тестового запуска цифрового юаня. Правильно, запретите конкуренцию, которую вы не можете контролировать. Не забывайте о том, что и другие страны начнут скоро запускать свои цифровые валюты центральных банков. Кстати, да, представляешь, что может случиться тогда? Об этом я как-то раньше не думал. Китай уже вовсю тестирует свою цифровую валюту, и понятное дело, им совсем не нужно, чтобы люди пользовались чем-то другим. Правительство всегда хочет контролировать денежные потоки. Так что мы вполне можем ожидать от будущего массивных коррекций на рынке, которые так или иначе будут, хотим мы того или нет. Но мы обязаны извлекать уроки из этого. Например, уроки с 2017 года. Крупные коррекции являются попытками вытряхнуть тебя из рынка перед ростом на очередные 300%. Действительно, посмотри на этот график. Падение, все продали, оно выросло. Падение, все продали, оно выросло. И так дальше. Обманывают людей только так. Еще один интересный пост от Дуги Тоши, в котором он сравнивает цену биткоина с теоретическим построением. По его мнению, то, что сейчас произошло с биткоином, как раз таки является медвежьей ловушкой. То, о чем мы уже говорили. Опять же, как мы видим, это начало институциональной фазы и первая массивная распродажа в ней, которая является медвежьей ловушкой. Я думаю, в скором времени нам подкинут новостей о том, что та или иная компания выкупила эту просадку. Интересно также и то, что основные обновления для кардана и эфира выходят этим летом, что совпадает с вот этим графиком вот здесь. Очевидно, эти обновления должны совпасть с этим пиком и подстегнуть эти активы к росту. Поэтому я все еще убежден, что на пике рынок должен стоить хотя бы 6-8 триллионов долларов. Как мы видим, сегодня много хороших новостей от Илона Маска, от Реа Далио, с консенсуса. Но кроме них также и Голдман Сакс удивляет. Во-первых, он отметил растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов. А во-вторых, банк официально признал биткоин классом активов. Но есть еще и в-третьих, которая поразила меня больше всего. Банк ополчился против регуляторов, которые, по его мнению, мешают развитию криптоактивов. Для меня все это видится странным, ведь до сих пор свежи воспоминания о том, как они смешивали биткоин с грязью. А тут такое. По словам банка, их клиенты по-прежнему заинтересованы в биткоине, но также обращают внимание на эфириум в контексте всей экосистемы децентрализованных финансов DeFi и на то, как эта индустрия может изменить финансовые рынки. Также, ребята, про Cardano сегодня тоже есть хорошая новость. CoinShares поделился статистикой о том, что Cardano наблюдает самый большой за последнюю неделю приток институциональных инвестиций. Неудивительно, на фоне этого хейта в сторону биткоин-майнинга Proof of Stake, которые проповедуют Cardano, привлекают все больше внимания. Думаю, для Cardano этот год еще покажет себя с позитивной точки зрения. И закончим отчетом о том, что биткоин-киты выкупили 122,5 тысячи монет во время этой просадки. Я уверен, среди них множество институциональных инвесторов. Кто-то же организовал эту масштабную манипуляцию с целью собрать эти 122,5 тысячи монет. Учитывая, что творил Илон Маск в Твиттере, возможно, Tesla тоже не осталась сухой в этом мокром деле. Подытоживая, я до сих пор уверен в долгосрочном будущем криптовалютного рынка. Ничего фундаментально не изменилось, а все эти манипуляции, ужасные заголовки и раздувание паники на рынке присутствовало абсолютно всегда. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе было интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а меня мотивирует на создание нового контента. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй, делись видео с друзьями и обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok